Всем привет! У нас сегодня чудесная-пречудесная погода. У нас 18 градусов. Вот я не поехала домой, потому что дома очень-очень-очень скучно. А здесь тепло и море. Ну вот тут киска ко мне пришла, мы с ней загораем. Сегодня у нас 1 марта, первый день весны с чудесной погодой. Не облачка, но на небе. Сидела здесь, грелась на море и думала, надо записать какое-нибудь видео для вас, рассказать, как у нас пришла зима. И в этом году зима... Ну, мы здесь, конечно, недолго живем, да, но все говорят, в местной Сочнице очень холодная зима была. Во-первых, три раза выпадал снег, и вы видели предыдущее видео. Первый раз вообще выпал у нас снег в декабре. неожиданно. Вот. И такие сугробы лежали. Мы из-за того, что снег выпадал, мы оставались без машины. Ну, для нас это было неожиданно. Мы думали, что в Сочи, но очень редко выпадает снег. Но если выпадет, то сразу же тает. А тут снег лежал дня два-три. Вот. Потом снег у нас выпадал где-то в конце января. И вот еще все в феврале был снег. Вот. И такая достаточно прохладная погода была. До минус девяти на ночь передавали. И вот сегодня первое марта. И так долго ждали, в общем, мы тепленькие, теплых деньков. И я не смогла, не удержалась, в общем, да, и приехала на море. Вот. Сразу же столько людей выползло. Вон кто-то даже купается. Даже загорает. Вон в купальнике девушка или тетенька сидит, загорает. Ну, в общем, очень тепло. Я сейчас сижу вот в коже на турке, и мне жалько. Пойдемте посмотрим, какое сегодня спокойное море. Штилька у нее. Набрала ракушек. Просто буквально пока шла до моря. Здесь крупная галька. И море прям прозрачное. И вода холодная. Прям вот когда из-под крана печет, прям холодненькая вода. Не знаю, градусов. Здесь 10 точно. Может, 9. Печет, прям холодненькая вода. Набрала ракушек. Печет, прям холодненькая вода. Мы приезжали в Сочи. Нас волновал вопрос. Какую же одежду брать с собой? И в чем ходить зимой? В чем ходить зимой дети? В чем взрослым? Вот. И спустя эту зиму в Сочи я могу сказать, что самое теплое, что мы одевали здесь, Здесь это был обыкновенный пуховик на температуру до 0 градусов, вот. Ну, и у деток тоже были пуховики, но такие вот не супер теплые, не объемные, такие небольшие. Средняя температура зимой в Сочи была примерно в 7-10 градусов. Даже бывало там выше 15 градусов, ну, некоторые дни, когда тепло. Но все равно в среднем 7-10 градусов. И, ну, детки у нас ходили просто в теплых джинсах, теплые какие-то там вот эти вот дутые штаны мы вообще ни разу не одевали. То есть, ну, мы их и не брали даже с собой. Я и муж, мы ходили в осенних таких пуховиках. Это самая теплая, какая была у нас одежда. В основном были жилетки такие, ну, надутые такие, вот. Кожаные куртки, допустим, с теплым свитером, вот. И шубу у меня осталось в Тюмени, то есть даже речи об этом не может быть. Хотя здесь ходят, и, скорее всего, ходят те, кто приезжий, которые приехали там отдохнуть, вот. Ходят в коротеньких каких-то шубках. Ну, и сами коренные сочницы тоже у них есть шубы. И они, конечно же, их одевают, когда выпадает вот такой вот снег. Зимние обуви у меня здесь нету. Есть резиновые сапоги с утеплением немножко. Потому что если, вот, допустим, дождь, холодно, проморзгло, чтобы кроссовки чуть-чуть, ну, как бы слегка утепленные, ботинки слегка утепленные. На меху не было обуви у нас у детей. Мембрана такая слегка осенняя. Все. То есть зима здесь вообще не требуется. И если когда был снег, ну, тепленькие носочки пододел, там, теплый свитер, и все. И этого достаточно. Если исходить из данных дневника погоды предыдущих лет зимы в Сочи, эта зима была самая холодная, там, за последние, не знаю, 10 лет примерно. И вот в эту зиму нам понадобились более, да, допустим, теплые вещи. Но, в принципе, здесь достаточно осенней-весенней одежды, вот, осенней-весенней обуви, то есть межсезонье. В общем, нам здесь очень нравится. Зима здесь теплая, комфортная. Деткам тоже очень нравится. Вот, так что приезжайте в Сочи, отдыхайте, переезжайте сюда жить. Вот такое видео у нас получилось сегодня, 1 марта. Всех поздравляю с наступившей весной. Надеюсь, у вас тоже скоро уже будет тепло. Вот, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока-пока. Задавайте вопросы свои, обязательно. Будем рады на них ответить. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!